Всем привет дорогие друзья, вы на канале LinHustle и сегодня вам расскажу, что делать с ваучерами в Xenfire, как их вывести, как их обменять и так далее. К сожалению, там они написали немного странно, как-то все непонятно и я на своем примере сейчас покажу. Я уже все вывел, специально протестировал и покажу вам, как это сделать легко и без каких-либо проблем. Итак, давайте для начала зайдем в сам Xenfire. Значит, все это начать нам нужно с бота. Разумеется, это подходит только тем, кто выпустил ваучер. Опять же, и у нас в чате и в комментах под прошлыми видосами про Xenfire люди спрашивали, мол, что делать, если там по какой-то причине у них не отображаются ваучеры, которые они сминтили. Друзья, если вы реально сминтили ваучер, напоминаю, что сминтить это значит, что вы на свой кошелек оплачивали комиссию. Там, я не помню, сколько там была комиссия за каждый, но я вот за 6 заплатил 170. Ну вот 170 на 6 поделите, вот примерно столько была там комиссия. За каждый оплачивали и получили в виде NFT-шек на свой кошелек только при таких условиях. То есть, если вы прям помните, что вы какую-то транзакцию производили, будь то в тонкий период, как у меня, будь то еще в чем-то, это значит, что все правильно. Если же вы просто не стали трогать эти NFT, а они у вас, допустим, были начислены, то есть вы видели, что написано, например, что вам доступно столько-то ваучера, например, 2, но вы не стали их минтить, платить деньги, не стали их выводить из своего кошелька, это значит, что они у вас просто засчитались в токены. Да, это так и есть, поскольку я четко помню, и можно даже найти скриншоты, где было написано, что если вы не будете минтить их, то они просто конвертируются в токены. Для чего нужны были эти NFT? Если вы хотели бы продать их, то вам нужно было их заминтить. То есть, был же премаркет на GetGames, там можно было один ваучер где-то за 3 тона продать. То есть, эти ваучеры позволялись заработать еще до листинга монет. Зачем это сейчас? Разумеется, незачем. И, собственно, и я, получается, потерял просто 300 рублей на том, что сминтил, и потом еще и закинул их обратно, потому что я же их не стал продавать. Ну, кто знал, что это будет так, так бы, конечно, я не стал ничего минтить, и просто сейчас бы получил токены. Итак, вот смотрите, 414 тысяч, они уже вот тут у меня зачтены. Сейчас я вам это покажу. Смотрите, заходим в ваш кошелек, на котором у вас лежат эти NFT. Разумеется, на каждом кошельке, будь то Тон Кипер или кошелек ТГ, Тон Спейс, что угодно. Есть раздел коллекций. И вот здесь лежат эти NFT. Я для ролика уже их отправил, сейчас покажу, как это делается. Уже их отправил на адрес, чтобы конвертировать монеты. Смотрите, у меня до этого было 400 тысяч, сейчас у меня плюс 414 тысяч, то есть я 6 NFT-шек откинул. Итак, что же нам нужно делать? Нажимаем конвертировать NFT в X, и здесь будет адрес. Я, кстати, не знаю, общий он для всех, либо же для каждого кошелька отдельный, но важно. Смотрите, что мы делаем. Вот, к сожалению... А, да, вот эта кнопка. Смотрите, очень важно, что если у вас подключен ончейн аэрдроп, а я советую вам подключить именно его, у вас должен быть подключен тот же самый кошелек, с которого вы будете отправлять. То есть, если у вас на энном кошельке, вот как у меня, видите, вот этот вот кошелек, лежат, значит, токены в виде ваучеров, то, значит, в приложении, в боте, у вас должен быть подключен тот же самый. Вот, видите, ончейн аэрдроп, у меня подключен тот же самый, что и тут. Если это не так, то у вас ваши ваучеры просто сгорят, и все. Поэтому очень внимательно этот момент. Значит, нажимаем конвертировать. Здесь копируем адрес, он просто копируется кликов. Потом заходим, выбираем ваш ваучер, вот, и здесь нажимаем отправить NFT. Я, разумеется, не буду отправлять, потому что незачем, но там вы отправите. Вставляете адрес, отправляете. Комиссия будет 8 рублей, 8 рублей, не помню, сколько это тона, но 8 рублей за каждый ваучер. То есть, вот я заплатил 6 на 8 рублей. 40, ну там 50, примерно, да, 50 рублей я в итоге отдал за переправление всех ваучеров. И все, они у меня пришли не в течение 24 часов, как там написано, они мне пришли через 5 минут. То есть, каждый шел примерно 5 минут. Просто перезаходите в приложение, то есть, обновляя его полностью, и проверяете. То есть, они появятся у вас, так, сейчас на минуту крестик нажал, и они появятся вот здесь на балансе. И здесь будет минус 414 тысяч написано, ну, у меня. Сколько у вас, смотря на NFT, 1 NFT 69 тысяч. Опять же, что делать, если вы там выбрали другой метод вывода, например, на биржу, но у вас при этом есть, значит, токены в NFT-шках. Это здесь все написано. То есть, вот здесь вот все это изучите, информацию. Но я, опять же, рекомендую, просто, если вам прям так чешется, значит, вывести на биржу. Сначала подключите onchain, закиньте сюда все NFT-шки, а потом уже выберите биржу. И все. То есть, ну, вот просто и все. Я думаю, ничего сложного. Вот видите, вот у меня написано, конверт от NFT, 414 тысяч. То есть, все, я их получил, они у меня здесь есть. Приходят они очень быстро. Какие еще могут сложности возникнуть? Да я даже не знаю, я вроде бы вообще про все сказал. Но вот самый популярный вопрос, куда они делись? Друзья, если вы их не сментили, то есть, не заплатили за чеканку, они не появились у вас в, значит, в кошельке, это значит, что они у вас отображаются вот здесь. То есть, они засчитаны в фазу 1. Если же вы их сментили, то это уже ваши проблемы, что он у вас пропал. Поскольку, ну, нужно пользоваться одним кошельком, а не создавать 54 штуки, а потом теряться между ними. То есть, юзайте ToneKeeper, юзайте 1 ToneKeeper. Потому что, если вы потеряете seed фразу, то вы его никак не восстановите, это крипта. Поэтому, надеюсь, я вам помог. Если нет, обязательно переходите в чат. Все ссылки будут в описании. Сейчас, значит, открою. Вот чат наш. Вот, так, чат. Вот, LinHustle чат. Вот QR-код. Ну, опять же, все ссылки есть. Обязательно подписывайтесь на канал по крипте, потому что всю эту информацию я в первую очередь выкладываю там. Все ссылки необходимы в описании. Ну что ж, листинг уже завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok